Ребят, всем привет! В сегодняшнем видео я вас сразу хочу шокировать! Просто супер новостью! Дело в том, что Наташа Динона стала бюджетной. Ну, почти бюджетной. Она стала намного дешевле, чем раньше, по кое-какой причине. И в сегодняшнем видео мы с вами будем обозревать, делать макияж, делать вторые впечатления новой палетки от Наташи Динона, которая называется Sunrise, то есть это палетка в цветах восхода. Наташа Динона вдохновлялась восходом, там вот этими всеми первыми лучами солнца, игрой этих лучей на разных поверхностях, там на всяких цветах. Это очень все поэтично. И в общем, эта палетка опять, да, из розовых, каких-то оранжевых, там красных оттенков. Не всем нравятся такие цвета, но тем не менее, как всегда, то, что предлагает нам косметическая промышленность, тем мы и красимся. И давайте вместе эту палетку откроем. Правда, честно сказать, я и уже красилась, поэтому это так. Вот мы с вами просто ее открываем. Но давайте откроем и посмотрим, как она выглядит. Здесь у меня лежат все мои Диноны и одна Худа. И сегодня я вам хочу рассказать вообще про эту палетку, почему она стала дешевле, что там повлияло на это и накраситься, естественно, этой палеткой. Итак, открываем. В новой палетке 15 оттенков разных текстур. Текстуры там вообще всякие. На сайте Наташа Динона можно очень подробно про это прочитать. Есть там шиммер такой, шиммер секой, доохром. Это то. Но на самом деле, когда мы будем делать с вами сводчи, вы увидите, что примерно они все выглядят просто как две текстуры. Это матовые и там сатиновые какие-то металлизированные, такие сильно сияющие тени. Итак, вот она красотка. Немножко уже залепанная палеточка. Майал Санрайз. Смотрите, как к фону сегодня подходит, да? Вообще шик. И открываем, открываем эту прелесть. И вот эти шикарные 15 оттенков. Вот, давайте на них вот так еще посмотрим. Видите, какая красота? Ну, опять же, розовые, тут какие-то фиолетовые, желтенькие, золотистые. Вот это все как любит Наташа Динона. В общем-то, у нее прям какая-то большая страсть к этим теплым оттенкам, потому что есть еще у нее палетка Sunset, которая тоже, ну, там, оранжевые, всякие красные, золотистые оттенки. Но, как написано на сайте, вот это вот самая-самая теплая палетка на данный момент от этого бренда. Давайте разберемся, почему же Наташа Динона стала бюджетной. Ну, конечно, бюджетной, поймите меня правильно, это такое допущение, потому что вот эта палетка теперь стоит 4300 рублей. Ну, в переводе с цены в долларах. 65 долларов она стоит в Америке. Дело в том, что предыдущие палетки от Наташи Динона, давайте вот возьмем, например, прошлую Бибу, стоят 129 долларов, что составляет там 8500 рублей. То есть новая палетка в два раза дешевле, чем палетки предыдущие. И, насколько я поняла, чем это вызвано? Вызвано это тем, что новая палеточка, во-первых, в два раза меньше. Ну, как бы вот так вот даже видно, что она по объему меньше визуально, да, по своему, по своей упаковке, господи, не могла вспомнить это слово. Но и также она меньше по объему теней. То есть здесь именно объем теней в два раза меньше, чем во всех предыдущих палетках. С одной стороны, может возникнуть вопрос, типа, ну, как бы, да, палетка подешевела, но и теней стало в два раза меньше. С другой стороны, ну, вот это вот, вот этот объем, который был в предыдущих палетках, я не знаю, кому он на самом деле нужен на ежедневной основе, кроме визажистов, которые там красят 100 тысяч моделей за один день. Если вы не красите 100 тысяч моделей или там 100 тысяч своих друзей каждый день, то вряд ли вам нужна вот такая вот огромная палетка с таким количеством теней, с таким объемом, потому что это реально, ну, слишком много. Ее, наверное, за всю жизнь невозможно использовать. А новая маленькая вполне себе подойдет просто обычному любителю макияжа. Кстати говоря, объем новой палетки практически такой же, как объем, например, теней от Худа. То есть здесь сколько у нас было? 0,69, по-моему, а в палетке от Наташи Динона 0,67 от Унции, то есть 19,7 граммов вот здесь вот, и здесь, 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 19,25. Ну, в общем, вы поняли, Наташа Динона стала намного доступнее, немножко меньше, но стала намного доступнее. Мне кажется, это очень здорово, потому что, ну, реально, такие вот эти вот огромные бандуры не всем нужны. Хоть они и классно выглядят, но новая маленькая выглядит ничуть не хуже. Ну что ж, давайте расскажу вам уже про свои впечатления. Я этой палеткой уже красилась, и она мне очень сильно понравилась. Тени просто шикарные, тени реально восхитительного качества, как и все остальные тени у Наташи Диноны, у меня было видео, где я вам рассказывала подробно про вот эту палетку Биба, которая суперклассная. То есть, знаете, вот в чем, в чем смысл хороших теней лично для меня заключается в том, что, первое, с ними очень легко работать, они, ну, они такие податливые. Вы их наносите, вы сразу видите цвет, какой у вас. Вот именно тот цвет, который в баночке, тот цвет у вас получается на глазах. Разумеется, это не исключает того, что нужно изначально там подготовить века к макияжу, нанести вот эти вот все там базы под тени, все это подготовить хорошо. Ну, как бы для любых теней это нужно, чтобы получать наилучший результат в конце концов. И они очень хорошо растушевываются, и когда вы их наносите, вы видите вот на веках прям, знаете, такую текстуру вот этих теней, которая сама по себе очень красивая. Вот прям она... Сложно это описать, как будто у вас на коже какой-то сатин вот такой лежит, суперкрасивый со всех сторон, как вы там голову не повернете, все будет выглядеть просто шикарно. И вот здесь я вставлю фотографию, как я накрасилась с помощью этой палетки вчера. Я просто пыталась повторить один из макияжей, который был в инстаграме у Наташи Диноны. Куча фотошопа, куча просто фотошопа на самом деле. И что в инстаграме Наташи Диноны, что, разумеется, на этой фотографии. И давайте сейчас я накрашусь этой палеткой, и мы с вами вместе посмотрим, как это будет выглядеть, и как это будет работать в процессе. Итак, ребят, пока мы с вами использовали два всего оттенка. Это оттенок Морган, такой персиково-оранжевый какой-то светленький, и оттенок Джаспер, который уже намного-намного глубже. И мне кажется, он очень похож на оттенок фона, который у нас с вами сзади. Это прям такой насыщенный какой-то такой абрикосик, который, знаете, уже подпекся на солнышке, и у него один бачок такой вот прям оранжевый стал. Хотела еще пояснить по поводу того, что я сказала, что палетка вот Наташи Диноны стала бюджетной. Ну, опять же, просто я знаю, что сейчас уже там многие начали писать комментарии возмущенные по поводу этого, но еще раз обозначу, я понимаю, что 4300 рублей это не бюджет. Это реально не бюджет в понимании как бы том, что, ну там, помните, мы с вами как-то придумывали ранжирование, и мы с вами в комментариях про это говорили, что такое бюджетная косметика для вас. То есть, если это палетка, там намного оттенков, то это, ну, типа 1500 рублей нормально, более-менее бюджетно. Но я имею в виду, что по сравнению с, опять же, предыдущими палетками Диноны, которые как бы в два раза дороже, 8500 рублей, это уже очень-очень круто. Это уже выходит вообще за рамки любых, любых абсолютно бюджетов в плане палеток, потому что это не сравнимо ни с одним другим брендом. А теперь Наташа Динона попала вот именно в ту категорию брендов, которые сейчас являются такими ведущими. То есть, вот в эту ценовую категорию, типа, там, 45 долларов-65 долларов, это, в общем-то, стандартная такая цена, например, для американского рынка вот этих всех палеток. То есть, вот эта палетка Huda стоит у нас в России, по-моему, 5200 или 5500 рублей. Наташа Динона стоит, получается, 4300. То есть, уже как бы, уже нормально, уже можно более-менее задуматься о покупке и не считать, что ты там поехал просто головой полностью и покупаешь какие-то просто безумно дорогие вещи, непонятно зачем. Идем дальше. И дальше что же мы будем с вами наносить? Даже не знаю. Может быть, мы нанесем с вами какой-нибудь просто сияющий оттенок в центр века. Сейчас подумаем. Ну вот, ребята, это наш финальный результат. Вы знаете, я долго думала, какую сделать здесь подводку или, может быть, наклеить накладные ресницы. Но потом решила, что подводки как-то это нет, потому что мне хочется оставить этот, знаете, такой яркий летний всплеск на глазах без каких-то дополнительных стрелок, просто чтобы он был такой вот прям, ух, сам по себе яркий и ничего от него не отвлекало. И по поводу накладных ресниц, с накладными ресницами, абсолютно любой макияж выглядит просто потрясающе. Намного-намного лучше, чем без накладных ресниц. Но, с другой стороны, это, ну, как бы не то, что обман, это немножко такой хак, с помощью которого реально можно сделать макияж более таким выдающимся. Но, вместе с тем, это тоже немного отвлекает внимание от самих теней, которые мы сегодня обозреваем, закрывая там обзор этих теней. Так что я решила, что вот так вот, вот так вот. Это финальный результат. Еще я нанесла на губы вот такой вот блеск. Это обычный блеск для губ, который я привезла из Японии. Обычный, в том смысле, что это не Наташа Динона, не то, что касается сегодня нашего вот этого вот всего макияжа. По поводу того еще, насчет Наташи Диноны, она появилась в продаже 3 июня, эта палетка. Но здесь предшествовала очень странная история. Дело в том, что изображения палетки, свотчи утекли в интернет задолго до того, как палетка вообще была анонсирована в официальных соцсетях Наташи Диноны. Не было еще релиза, но вот эти картинки уже появились в интернете. Плюс, по ошибке, английский сайт, который называется Feel Unique, начал принимать заказы на эту палетку. Вообще-то, ну, одновременно вот с этим совсем, где-то, наверное, за неделю до того, как должен был быть официальный релиз этой палетки. И получилось так, что все это случилось в один день с релизом другой палетки от Анастасии Беверли-Хиллз, которая была в коллаборации с Алисой Эдвардс. То есть, знаете, когда вот в один день все это происходит, и плюс еще конкурент прямой Наташи Диноны тоже выпустил тоже яркую палетку. И как бы они немножко даже в чем-то похожи с этой. Это было очень неприятно для бренда Наташи Динона. И Наташи Динон потом написала об этом тоже в Инстаграме, что тут случилась такая ситуация, что это вообще полный-полный фейл. Ну, как бы вот так вот произошло. Вот такой вот современный косметический рынок. И, кстати, я была одним из тех, я не знаю, счастливцев, несчастливцев, кто сделал заказ на Feel Unique именно когда они начали продавать эту палетку без релиза. Ну, то есть, я не знала, что еще релиза не было. Я увидела на сайте, о, продается новая Наташа Динона, о, классно, классно, классно. Заказала ее, и потом они еще мне прислали письмо, что, ой, извините, пожалуйста, мы как бы не подрасчитали, мы немножечко ошиблись, и сама палетка будет в продаже только с 3-го числа, поэтому вы можете либо отменить заказ, либо ее получить. Кстати говоря, получила я ее просто супер быстро. Давайте посмотрим, как выглядят оттенки на руках, в свочах. Это вот эти вот раз, два, три, четыре сияющих оттенка, по-моему, просто потрясающе, невероятно. Мы сегодня с вами использовали в макияже, получается оттенок Jasper, оттенок Morgan, оттенок Carnelian, и вот этот, который называется Agate. В общем, этот оттенок сияющий единственный, который мы сегодня из сияющих использовали на глазах. Давайте попробуем другие. Ой, господи, ну вообще, ну какая же красота, прям чистый такой, знаете, металл. Ну как вам? Ну впечатляет, да? Вообще выглядит просто супер круто. И вот эти сияющие оттенки, которые темные, они очень-очень яркие и очень красивые. Теперь давайте попробуем матовые. А вот так выглядят матовые оттенки. И здесь такая же текстура, которая в последнее время во всех люксовых палетках встречается. Я имею в виду вот эти вот все Анастасия Беверли Хиллс, Худа. То есть это настолько пигментированные матовые тени, как будто это, знаете, сухие краски. Они супер яркие, они вот прям и выглядят, как выглядели бы краски, если бы они были в сухой форме. В общем, как вы уже поняли, я просто в полном восторге от этой палетки. Да, она спорная по цветам. Ну как спорная? То есть понятное дело, что не всем просто нужно вот это, да? Я думаю, что большинству людей просто идеально подойдет вот эта вот биба, в которой нейтральные цвета, с которой можно сделать любой нейтральный какой-то базовый макияж. Ну, кстати, яркий макияж здесь или вечерний тоже можно сделать. А вот это, это для тех, кто любит вот прям поярче. Прямо какие-то такие хоп-хоп-хоп, и такие у вас мандариновое настроение какое-то на глазах, лето, ой, вообще красота. Но качество великолепное, просто великолепное. И вот видите, может быть, вы даже сможете рассмотреть, не знаю, насколько камера это передаст, вот эту текстуру, которая вот прям как сатин, как какой-то такой шелк у вас на глазах, выглядит потрясающе красиво. И вообще, я в восторге от этой палетки. Это, наверное, одна из самых удачных новинок, именно косметических за последнее время. Мне очень сильно она понравилась. Кстати, еще хотела уделить вот совсем небольшое внимание вообще упаковкам теней от Наташи Диноны. И вы вот так вот можете наглядно видеть, насколько изменился размер рефилов в новой палетке и в предыдущих палетках. Если в прошлых это, ну, соответственно, в два раза больше рефил, чем в новой. И также в прошлых палетках, вот в частности, в первых самых, вот Наташи Диноны, это вот Лила, например, это вот эта большая палетка Стар, в них сама палетка сделана по-другому, то есть она такая, знаете, как будто прорезиненная. Это очень такой визажный стиль, то есть профессиональный для визажистов. Выглядит как, например, Инглот или даже, ну, на Мак, может быть, чем-то похоже. То есть что вы вот так, хопа, как визажист шлепнули себе на стол, там вот так красите-красите. Ну, как бы такая очень-очень профессиональная упаковка, которая плоха тем, что она достаточно сильно ляпается, потому что она черная изнутри, и, соответственно, все это нужно как-то вытирать. Новые упаковки намного, как мне кажется, красивее именно для пользователей, не для визажистов. Ну, и для визажистов тоже, визажисты тоже люди, в конце концов. Вот такие вот какие-то новые упаковки, хорошо сделанные, прям такие стильные. Вот это, знаете, мне особенно нравится это сочетание. То есть, например, если это сафари, то вот здесь она зеленая, здесь вот такая розовенькая полосочка, которая все это обрамляет. Вот такая вот она вся красивая. В новой тоже самое, в биби тоже самое. Ой, ну вообще красота! Упаковки просто красота! Именно новые, старые мне не очень нравятся. Ну что ж, на этом с вот такими вот, как всегда, и примазанными руками мы с вами заканчиваем это видео. Я надеюсь, что вам оно было интересно, что вам оно понравилось, что вы что-то полезное для себя в нем нашли. Может быть, решили, что да, наконец-то стоит там попробовать что-то от Динона, тем более, что теперь все-таки можно купить чуть дешевле, чем раньше. Не чуть, а в целых два раза. И спасибо вам за просмотр! Я вам желаю, чтобы сейчас вас, знаете, ничего абсолютно не раздражало, чтобы у вас всегда было хорошее настроение. Я знаю, что сейчас очень жарко на улице. Ну, по крайней мере, в Москве очень жарко. У нас температура 32 градуса. И в последнее время, знаете, такая чувствуется какая-то атмосфера немножко всеобщего помешательства, потому что всем жарко, все такие раздраженные, кто еще там в отпуск не едет, все вообще злые-злые ходят. И какой-то, знаете, такая грызня какая-то вообще идет. Вот прям выходишь на улицу, это как-то чувствуется. В общем, чтобы у вас такого не было, чтобы вы хорошо отдыхали, чтобы у вас было на душе спокойно, там, не знаю, надо сходить на природу, расслабиться как-то, не знаю, вкусненько поесть, попить, чтобы, в общем, у вас все было хорошо и не было никаких вот этих волнений, не было вот этого настроения раздражительного. Еще раз спасибо вам и до скорых встреч на моем канале. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»